В данном уроке я расскажу вам о работе в режиме редактирования, а также я расскажу, что такое экструдирование объекта. Итак, до этого, как вы заметили, мы перемещали, масштабировали наш объект. То есть мы просто выбирали его, и он у нас полностью выделялся. Но, например, из того же куба у вас никак не получится сделать сферу, если вы будете просто его двигать туда-сюда, либо же крутить на месте. Поэтому в Blender существует так называемый режим редактирования. Переключение режимов происходит вот здесь. Сейчас вы видите Object Mode, иконка такая, цельного объекта. И в режиме редактирования у нас изменяется внешний вид нашего куба. На нем появляются вот такие вершины. Почему именно вершины? Потому что, когда мы переходим в режим редактирования, вот видите, появилось данное меню. В объектном режиме его нет. У нас здесь слои присутствуют. А в режиме редактирования у нас появилось меню. И здесь у нас стоит выделение вершин. И я сейчас кликаю правой клавишей мыши. И выделяю одну из вершин. Как видите, выделив каждую вершину, появляется все тот же виджет манипуляции. И если я сейчас потяну за оси Y, то данная вершина изменит свое положение в оси координат. И соответственно изменит форму куба. Быстро переключаться между режимами и объектными редактированиями можно с помощью клавиши Tab. Вот мы вернулись в объектный режим. И у нас уже не куб, а вот такая фигура. Если мы хотим что-то с ним сделать, мы выделили куб. Нажимаем клавишу Tab. Переходим в режим редактирования. Выделяем нужную вершину. И производим с ней нужные изменения. В режиме редактирования мы можем работать с вершинами, как я делаю сейчас. Также мы можем выделять и ребра. Переключаемся на режим выделения ребер. Видите, точки по углам исчезли. И теперь остались лишь ребра объекта. Я кликаю правой клавишей мыши. И сразу выделяется все ребро. Также я его могу потянуть куда-то. И получается аналог выделения двух вершин. Вот если переключиться на режим выделения вершин, я могу также с помощью зажатой клавиши Shift выделить одну вершину. Затем Shift, правая кнопка мыши, выделить вторую. И также я двигаю. Происходит все точно так же, если бы я перемещал выделенное ребро. И третий режим, режим выделения граней. Грань – это вот четыре вершины в данном случае. Вообще объекты строятся как? Вершина, две вершины – это уже ребро. А три вершины, не лежащие в одной плоскости – это уже полигон. Он же грань. То есть минимальное необходимое условие для создания одного полигона – это три вершины. Но для удобства работы в Blender мы работаем с четырехугольными гранями. Потому как при треугольном отображении очень затрудняется процесс моделирования. Ну и с гранями также я могу ее выделить, потянуть. И мы видим, куб увеличивается по оси Z. Как вы уже догадались, это аналог выделения четырех ребер, либо же четырех вершин. Так же, как и с виджетом манипуляции, с помощью зажатой клавиши Shift вы можете одновременно включить все режимы выделения. То есть вы будете щелкать по ребру, выделяться ребро, щелкать по вершине вершина, по грани грани. Для каких-то ситуаций это может быть удобно. Либо же использовать только каких-то два пункта, либо вовсе один. В режиме выделения у вас доступны все те же опции, что и были доступны в режиме объектном. Только они еще и дополняются новыми функциями. То есть, как я уже показал, мы можем двигать ребро, в данном случае вершину. Мы можем вращать, нажать R. И сейчас центром вращения данных двух вершин является их геометрический центр. Видите, выходит линия из середины ребра. Я их вращаю. Так же я могу нажать S и изменять масштаб. Новая возможность, которая отсутствует в объектном режиме, это то, что в режиме редактирования мы можем экструдировать наш объект. Что такое экструдирование и как это происходит. Сейчас, как вы видите, у нас 8 вершин на нашем кубе. Но если мы хотим создать какой-то более сложный объект, то из 8 вершин у нас этого не получится. Мы можем с помощью клавиши Shift выделить, например, 4 данные вершины. Теперь я нажимаю горячую клавишу E. Двигаю мышкой и мы видим, что из наших 4 вершин появились еще 4. Я теперь могу их вытянуть в какую-то сторону, кликнуть левой клавишей мыши. И у нас уже на объекте теперь не 8, а 12 вершин. Таким образом я сейчас перейду, например, на вид справа. Ортогональное отображение. Снова E. Дальше. В другую сторону. И так далее. Вернусь в объектный режим. И вот с помощью экструдирования я уже создал такой объект. Добавил кучу новых вершин и ребер. И уже дальше могу теперь выделять их в режиме редактирования. И производить с ними нужные мне изменения. По большому счету, вот этих 4 инструментов перемещения, вращения, изменения масштаба и экструдирования более чем достаточно для создания абсолютно всего. То есть с помощью данных инструментов из куба можно даже создать человека. Ну, конечно же, этого, наверное, еще никто не делал. И ни один здравомыслящий человек этим заниматься не будет. Но, в принципе, я думаю, вам понятен. Вы можете выделить любую вершину. Переместить ее на любое количество единиц в любую сторону. Добавить новую вершину. И таким образом из данных вершин создать абсолютно любую форму. То есть вы ограничены лишь вашей фантазией, временем и вашими способностями. Но это базовые самые инструменты. Они, конечно, часто применяются. Крайне редко используются какие-то суперсложные инструменты. В основном все строится на данных основах. Перемещать, вращать и масштабировать объект. Ну и в завершении данного урока расскажу про режимы отображения. Рядом с режимом работы есть иконка режима отображения. Сейчас мы находимся в режиме Solid. В режиме Solid вот так выглядит ваш объект. То есть вы видите его переднюю часть, не видите, что находится сзади. Вы можете изменить режим отображения на режим Wireframe. И таким образом у вас объект становится прозрачным, видны только его ребра. В режиме редактирования выглядит это следующим образом. Данный режим Wireframe также включается горячей клавишей Z. Если вы просто находитесь в объектном, либо в режиме редактирования, не нажимали перед этим ни G, ни R, нажимаете клавишу Z, и вы сразу попадаете в режим Wireframe. И в таком режиме очень удобно работать при выделении вершин. Если раньше вам необходимо было выделить здесь две вершины, потом вращать объект, выделять здесь две. Теперь с помощью клавиши A я убираю выделение полностью. И также с помощью клавиши A оно полностью все выделяет. То в режиме Wireframe я могу просто зажать Shift и выделить вот так четыре нужные мне вершины. Далее по режимам. Еще есть режим отображения текстур и материалов. Но так как на нашем объекте их сейчас нету, мы их пока упустим. А подробнее уже поговорим о них, когда зайдем к ним в следующих главах. Пока есть режим Solid. Это объект у нас непрозрачный. И режим Wireframe. Объект становится прозрачным. Как я уже сказал, выделять можно правой клавишей мыши. Если необходимо выделить более одной вершины, мы зажимаем Shift. Снять выделение можно с помощью клавиши A. Но клавиша A сразу же снимает полностью выделение со всего объекта. И также повторное нажатие клавиши A выделяется. То есть мы можем полностью выделять, полностью снимать выделение лишь с помощью одной клавиши. Если вы с помощью Shift выделяете несколько вершин. И допустим вам надо необходимо выделить эту, а вы выделили другую. Вы можете нажать Ctrl плюс Z. И у вас отменится ваше последнее действие. И затем вы снова с помощью Shift выделите нужную вам вершину. Но таким способом вы можете выделять лишь одну вершину за раз. Если вам необходимо выделить сразу несколько вершин. Есть два очень удобных инструмента. Это выделение круговое и прямоугольное. Круговое включается горячей клавишей C. У вас появляется такой круг. Вращая колесико мышки вы увеличиваете область. Либо уменьшаете которую он захвачивает. И зажав левую клавишу мыши, вводите по объекту. И те вершины, которые попадают в область данного круга, становятся выделены. Если у вас включен режим выделения ребер, то соответственно это применяется к ребрам. Также с помощью данного кругового выделения вы можете снять выделение. Если вам верхнюю часть выделять не нужно было, тогда вы уже зажимаете колесико мышки. Вводите. И все, что с зажатым колесиком попадает в область круга, снимается выделение. И последний инструмент в данном уроке это прямоугольное выделение. Горячая клавиша B. Появляются такие две направляющие. Это как выделять иконки на рабочем столе. Зажимаете левую клавишу мыши. Проводите прямоугольник. Вот такой. Все, что в него попадет, выделится. Бросаете клавишу. Выделились вершины. Так как мы работаем в режиме Solid, мы выделили лишь переднюю часть. Сзади у нас данные вершины остались невыделенными. Если же вы переключитесь в режим Wireframe, то вы можете нажать B и выделить полностью все вершины. Либо с помощью кругового выделения также выделять те вершины, которые находятся позади объекта. И таким образом, выделив нужную часть объекта, вы можете продолжить с ней работу. Изменять масштаб, перемещать ее, вращать и экструдировать.